Субботний сильный ветер и дождливая погода запомнились многим горожанам и жителям нашего региона. Для людей, проживающих в селе Дядьково, порывы ветра стали настоящей проблемой. Вечером в субботу над квартирой Виталия, расположенной на последнем пятом этаже, на улице Грачи, сорвало крышу. В результате его натяжной потолок наполнился водой. Дома Виталия в тот момент не было. С проблемой столкнулись его жена и дочь. Ребенок сильно испугался. Жена начала сливать воду, литров 15 у нее сошло с потолка. На следующий день с Москвы приехал, обзванил все ТСЖ. Они говорят, что решают проблему. Типа мы накрыли там пленкой какой-то, которой пленка не поможет. Там еще утеплитель наверху лежит, который уже промок. Из-за него плесень начнется. Виталий отметил, что в первые дни жильцы были очень возмущены происходящим. Они не могли получить от управляющей компании ответ о том, когда будет осуществлен ремонт кровли. Местные жители говорят, что изначально сервисный центр ЖКХ перекладывал ответственность за происходящее на строительную компанию «Строймир», которая строила этот дом. Но, как удалось выяснить жильцам, ее уже не существует. В то же время сейчас управляющая организация говорит о том, что будет разбираться в сложившейся ситуации. Кроме этого, в управляющей организации отметили, что опасения жильцов насчет того, что во время ремонта кровли утеплитель не будет заменен, напрасны. Ремонтом и просушкой своей квартиры Виталий хотел бы заняться уже после ремонта крыши. Он хочет, чтобы его выполнили как можно скорее, поскольку в ближайшие дни, по прогнозам, могут пойти дожди. В то же время пока непонятно, кто будет отвечать за разбитые автомобили. В результате того, что крышу сорвало, она попадала со всех сторон от дома, и ее куски буквально кубарем прокатились по всему двору. Финальным пунктом для кровли стал этот автомобиль. Крыша в итоге буквально уперлась в него. Люди вышли, увидели, что пострадало много машин. То есть, конечно, скандал такой большой получился. Жильцы этого дома пережили после урагана и отключения света. Они говорят, что его не было больше 12 часов. В результате эти люди создали общую группу в одной из соцсетей для того, чтобы держать друг друга в курсе о ходе решения проблемы. В первую очередь их интересует ремонт крыши и разбор завалов кровли во дворе. Ну, конечно, надо убирать, потому что дети играют с этой крыши. Да? Да, вчера с этими палками игрались, поручнями, которые защита от снега. Стоит сказать, что проблемы с этим домом возникали и до того, как здесь сорвало крышу. У меня немного текло в вытяжку. Сказали, что вроде как при сильном дожде такое возможно. Ну, мне, естественно, очень неудобно это, когда в дом затекает вода. Николай является соседом Виталия. Он также живет на пятом этаже. Вода в квартиру к нему затекает через воздуховоды, расположенные на крыше дома. Теперь же он думает, что в результате того, что большой кусок крыши рядом с его квартирой отсутствует, проблема может усугубиться. И чтобы во время дождя вода не попала в его квартиру по перекрытиям, он также просит как можно скорее обратить внимание на эту проблему.